Итак, дорогие телезрители, что мы здесь видим? Правильно, в покрыхе мы видим гвоздь. И сейчас будет небольшой видос про шиномонтаж. Вернее, про помогалки для шиномонтажа. На ютубе полно обучающих видосов, как выполнить шиномонтаж. И в этом ролике я буду останавливаться только на тех моментах, которые считаю важными с моей точки зрения. Я использую специальные монтажки для шиномонтажа и мне удобнее пользоваться тремя штуками. При изготовлении монтажек особо не заморачивались. И здесь выполнены острые углы под 90 градусов. Попадая на ребро, такие монтажки могут запросто перерубить камеру внутри покрышки или сделать вмятину на алюминиевом ободе. Что было успешно и сделано. Дважды я перерубал камеру и один раз поцарапал обод. То есть, если есть на монтажке острые углы, их нужно сточить и закруглить. Две монтажки я давно сточил и закруглил. И сейчас сделаю это на третьей. Толстым зачищающим кругом сточил острые углы. Грубые следы от болгарки я выровнял опильником. И окончательно шлифанул мелкой шкуркой. Чтобы покрышка легче соскочила, между ободом и покрышкой нужно помазать мыльной водичкой. Читал на форумах, что не рекомендуют использовать ферри или жидкое мыло. Потому что все это адская синтетика и потом она плохо разлагается и вымывается. И типа лучше использовать обычно хозяйственное мыло или детское. А теперь, дорогие телезрители, вот так делать ни в коем случае нельзя. Алюминиевый обод довольно дорогостоящая деталь и относиться к нему нужно бережно. Алюминий гораздо мягче, чем стальная монтажка. И при силенном давлении тонкий край обода можно замять. То есть к чему я клоню, между монтажкой и алюминиевым ободом нужно применять изолирующий материал. Сначала я подкладывал кусочки очень толстого и невероятно прочного брезента. Но увы, со временем монтажки все равно продавливали брезент. И тут на Алиэкспресс я увидел вот такие штуковины стоимостью чуть меньше 300 рублей. Принцип действия виден на картинке. Они одеваются на край обода и в этом случае монтажка упирается не в колесный диск, а в эти защитные штуковины. Далее читаем отзывы к этой помогалке и видим кучу счастливых обладателей, которые ставят отличные оценки. Вот и я также повелся на положительные отзывы и купил эти штуковины. Значит веревочки у меня оторвались почти сразу. Потом двух штук явно маловато и я сделал из них четыре. Сначала я радовался этой покупке, потому что пользоваться ими реально удобно. Сидели они там довольно плотно и не мешали работать. Однако уже при втором шиномонтаже случилось вот это. Причем сразу со всеми штуковинами. Так что не рекомендую покупать эти помогалки. Хорошая была задумка, но сделана из неподходящего материала. Стенки нужно было делать гораздо толще и выполнить армирование. Причем двойное. А сейчас в качестве изоляционной прокладки я хочу попробовать армированный шланг. Лучше бы конечно попробовать шланг типа кислородного, но к сожалению у меня есть только такой. Все помогалки готовы, сейчас будем испытывать. Я начинаю бортировать в районе буксатора. Сдавливая ногой противоположную часть покрышки. Потому что если начинать бортировать напротив буксатора, то противоположную область покрышки, где находится буксатор, ногой уже не сжать. Отгибая покрышку и зацепляя монтажку за тормозной диск. И сразу же виден результат. Резиновый шланг, хоть он и армированный, никуда не годится. В общем, как говорится, тема сисек не раскрыта. Возвращаясь к брезентовым кусочкам, подсказывайте и пишите в комментариях на ютубе, что используете вы. Итак, одну сторону разбортировал, камеру вытащил. А теперь, как полностью снять покрышку с колеса. Видим, что одна часть обода находится как бы внутри покрышки. Переворачиваем колесо. И теперь нужно вторую часть обода загнать внутрь покрышки. То есть так же разбортируем, как и предыдущую сторону. Далее у нас получается, что колесо как бы провалилось внутри покрышки. А теперь давим рукой покрышку от себя. А колесо вытаскиваем на себя. Вот и все. Итак, здесь у меня усиленная задняя камера. Камера очень прочная и очень толстая. Толщиной, наверное, с покрышки от велосипеда. Протереть ее или износить практически невозможно. Ее можно только проколоть. Сейчас камера полностью спущена. Она без ниппеля. И посмотрите, как она держит форму, даже полностью спущенная. Но у такой камеры есть два минуса. Во-первых, она стоит на порядок дороже, чем обычная. Во-вторых, она на порядок тяжелее, чем обычная камера. И прокол даже не нужно искать. Вот его слышно. Значит, кто не умеет заклеивать камеры, сейчас быстренько покажу. Для этого потребуется шиномонтажный набор. Клей и заплатки. Как видно, набор у меня практически закончился. И нужно будет заказывать новый с Алиэкспресс. На Алиэкспресс этих наборов как грязи. 48 заплаток будут стоить меньше 100 рублей. А два тюбика клея меньше полтинника. В общем, набора за 150 рублей должно хватить на 2-3 года. Такой набор можно купить без проблем в любом автомагазине. Однако мне легче дойти пешком до почты и получить китайскую посылку, чем переться на автомобиле через все пробки в автомагазин. Тем более, что данная покупка у меня особо не горит. Итак, берем мелкую шкурку и защищаем место прокола. Теперь обезжириваем зачищенное место. Приготавливаем заплатку и сдираем фольгу. Далее намазываем клей тонким и равномерным слоем. Теперь нужно обязательно дождаться, пока клей подсохнет. Когда глянцевый слой клея превратится в матовый. Если приклеить заплатку на глянцевый слой, то она очень хреново приклеится. И после того, как клей подсох, накладываем заплатку. И очень сильно ее прижимаем. Можно даже понажимать тупым предметом. Заплатки у меня слишком огромны для мотоциклетной камеры. И мне приходится их обрезать. В следующий раз закажу поменьше размерами. После прокола обязательно убедитесь, что внутри покрышки нет других посторонних предметов. Перед сборкой внутри покрышки я посыпаю тальком. Чтобы тальк разошелся равномерно, я размазываю его кисточкой. С применением талька камера внутри покрышки сразу примет правильную форму и не будет натираться. Итак, камеру засунул внутри покрышки. И теперь нужно иметь пальцы французского пианиста, чтобы просунуть ниппель камеры в отверстие в ободе. Если покрышка очень жесткая, то сделать это буду вдвойне сложнее. Если покрышка шипована дюбелями или болтами, покрыха становится еще жестче в два раза. И засунуть ниппель в отверстие становится невероятно сложно. Рассматривая зарубежные ролики про шиномонтаж, я наткнулся на вот такую интересную штуковину. Принцип действия этой штуковины очень простой. Нужно просунуть эту штуковину в отверстие в ободе, вытащить ее изнутри покрышки и ввинтить в ниппель камеры. И далее с помощью тросика вытянуть ниппель из отверстия. В общем, по задумке, эта штуковина должна облегчить труд по засовыванию ниппеля камеры в отверстие обода. На зарубежных сайтах стоимость в районе 10-12 долларов за эту штуковину. Эту штуковину я нашел на Алиэкспресс. Цена, конечно, ниже, чем на иностранных сайтах, однако все равно дороговато. Я ее покупал в прошлом году и стоимость в рублях была значительно ниже. Вот эта штукенция. Конструкция ее довольно проста, но функционал невероятно полезный. Кончик нужно засунуть в отверстие для ниппеля и вытащить изнутри покрышки. И теперь его нужно вернуть в ниппель камеры. Далее нужно аккуратно засунуть ниппель внутрь колеса и вытащить ниппель из дырки. И всего делов на одну минуту времени. У кого позволяют финансы, настоятельно рекомендую купить такую хреновину. Она облегчает труд, экономит кучу времени и кучу нервов. Ну вот и все, товарищи. Колесо заштопано и находится на своем месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...